Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Маргарита Шипила. В этом видео я хочу с вами поделиться одной полезной штучкой, которая вам, возможно, пригодится. Короче говоря, пока весь мир у нас обсуждает кризис и хаос, давайте займемся лучше полезным делом. Чему-то поучимся. Вконтакте есть вкладка истории, все об этом знают. И вот как сюда что-то отправить. У меня на канале есть ролик, как добавлять с компьютера сюда фотографии или видео. Можете посмотреть, применить. А сегодня я вам покажу, как сюда отправить ссылку на свой пост. Допустим, вы написали интересный пост, и вам надо его как-то показать людям. Как вы можете это сделать? Допустим, вот у вас есть интересный полезный пост, который может человек прочитать и сделать какие-то выводы для себя. И вы хотите его отправить в истории. Вы нажимаете на вот эту стрелочку, выбираете вкладочку истории, переходите в редактор. В редакторе вы настраиваете первую вот эту вкладку, которая будет человека перенаправлять на ваш пост. Здесь вы что-то пишете, какую-то мысль, центровую, касающуюся вашего поста. Чтобы человек увидел в историях, ему захотелось перейти по ссылке. Вот этот текст, который шаблонный, вы его убираете, нажимаете на delete, нажимаете добавить надпись. И вот это место вы его просто редактируете. Ну, то есть пишите то, что вы хотите, как бы сказать, важного по поводу вашего поста. Допустим, я пишу кармический, нет, кармический или духовный, так, кармический брак или духовный союз. Вот, то есть мы написали, как бы, такой заглавный заголовок. Вы нажимаете на кнопочку сохранить. Надпись у вас сохранилась. Вы можете выбрать здесь цветовую гамму вот этого, вот этой заставки. Нажимаете, и она, как бы, становится разного цвета. Здесь вы можете выбрать шрифт, какой хотите указать. Здесь цвет шрифта можете выбрать. Здесь у нас еще есть вкладка смайлы, то есть разные стикеры и так далее. Тоже можете все это добавить. Давайте с вами добавим вот такой стикер. Вот сюда его поставим. Также у нас есть вот здесь кисточка. Это дело все можно как-то подчеркнуть, выделить и так далее. Выбираете цвет, выбираете толщину, какую надо. Вот здесь показывается наверху. Допустим, нарисуем сердечко вот такое. Смотрите, если вам все нравится, вы опубликовываете. Если что-то вам не нравится, где-то вы хотите изменить, нажимаете «Отменить последнее действие». То есть то, что вы последний раз делали, оно будет отменено. Если все окей, нажимаем «Опубликовать». Все, сейчас мы с вами проверим, опубликовалась история или нет. Обновляем страничку. Видим, что у меня добавилась одна новая история. Нажимаем «Посмотреть, как это будет выглядеть». Здесь показывается первый пост. Человек открывает записи, если ему нравится. И здесь вот он увидит кармический брак или духовный союз и тоже откроет запись, если ему это будет интересно. Перейдем во вкладку «Новости». Сначала будет первая история отображаться, которую вы опубликовали. После нее уже пойдет вторая история, которую мы только сейчас сделали. Вот такая вот полезная небольшая фишка, которая с вами сегодня поделилась. Если вам это пригодится, ставьте лайк. Мне будет очень приятно увидеть, что вам это пригодилось. Можете написать какой-нибудь комментарий по поводу этого видео. Возможно, у вас есть что добавить. Ну и, естественно, на канал подпишитесь, потому что регулярно я выкладываю какие-то полезные ролики. С вами была сегодня Маргарита. Друзья, желаю вам отличного настроения. Хочу, чтобы вы делали акценты и держали фокус на хороших каких-то моментах в своей жизни. Не поддерживали хаос, который творится сегодня в мире, потому что это низкочастотные энергии, которые нас затягивают в болото. Не живите на низких вибрациях, лучше переходите на высокие вибрации. А высокие вибрации – это радость, счастье, гармония, хорошее настроение и позитив. Поэтому работайте над собой, работайте над созданием своего успешного дела, над своим здоровьем работайте, над своей личностью. То есть улучшайте сначала себя. Начинайте всю работу по улучшению жизни и мира с себя. Всем желаю добра еще раз, здоровья и радости. Всем пока. Продолжение следует...